Дорогие садоводы, пришла весна и все мы торопимся на свои участки, чтобы хотя бы сейчас обрезать плодовые деревья, кустарники и ожидать от них хорошего урожая. Много вопросов. Вот Элина Урозаева спрашивает, как обрезать кусты 2-3 года жизни, если они дают плохие приросты. Плохой прирост связан в основном с тем, что не хватает либо воды, либо питания, либо очень загущенный куст и каждому побегу не хватает питания для получения хорошего прироста. Хороший прирост, ну хотя бы должен быть 15-20 сантиметров. Путем обрезки вы прирост сильный получите только в том случае, если вы прорежете кусты. Вы тут не указываете, что это у вас смородина или крыжовник, но в любом случае, если кусты сильно загущенные и есть стебли старые, 8-летние, 9-летние, а у вас куст совсем молодой, поэтому, скорее всего, это нехватка питания. Попробуйте весною подкормить 0,5-процентной мочевиной, просто обрызнуть растения, чтобы азот пошел в точки роста и приросты у вас усилятся. Любовь Иршина спрашивает в отношении черной смородины. Кусты цветут, плодоносят, а затем листья на них засыхают и опадают. Дело в том, что в Донецкой области температурный режим, вы сами вот предполагаете, очень повышенный бывает во второй половине лета, и у нас на Брянщине такая же картина. Это связано с тем, что лист смородины, во-первых, поражается белой пятнистостью, септариозом, поражается другими болезнями грибными и плюс еще высокие температуры воздуха. Вы говорите, что поливаете регулярно, но это не связано не только с влажностью почвы, сбрасывание листьев, а и с грибными болезнями. Поэтому постарайтесь после уборки урожая обработать растения против грибных болезней, либо хлорокисью меди, либо другими препаратами против грибных болезней, чтобы лист работал. И если у вас достаточно влаги в почве и лист будет работать, даже при повышенных температурах сбрасывания листа не будет. Марина Гончарова спрашивает, почему-то у меня совсем мало новых приростов. Но это повторяю, если новых молодых приростов мало, или они очень коротенькие, это связано именно с нехваткой влаги и с нехваткой элементов питания. Или перегруженность плодовой древесиной. То есть, если дерево старое, много-много плодовой древесины, дерево в этот год отдало хороший урожай, то как раз и приросты сильно сокращаются, потому что не хватает питания, чтобы выросли достаточное количество плодов завязавшихся и пошло бы питание на образование приростов. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой поздний срок осенью опрыскивания бордосской или хлорокисью меди? Ну, я считаю, что осенью, осенью, когда лист уже деревья, деревья сбросили листья, то желательно обработать деревья 3-процентной, 5% все-таки, которые рекомендуют, это немножко жестко, а вот 3-процентной мочевиной. Мочевина, она в высокой концентрации сжигает все грибные болезни и на ветках дерева, и на тех листьях, которые опали и находятся под кроной дерева. А вот в отношении препаратов меди, ну, они обычно используются в течение вегетации. В течение вегетации, если вы видите, что по листьям пошла пятнистость, используют их весною, а осенью, вот октябрь месяц или перед ноябрьскими праздниками, лучше всего 3-процентной мочевиной обработать дерево и опавшие листья под деревом. Как выращивать и формировать смородину на шпалере? Вы знаете, ну, а зачем? Зачем сформировать смородину на шпалере? Она, куст и так нормально формируется из 8-10 ветвей разновозрастных, у вас ведь каждый год смородина дает новый побег, 2-3 даже новых побега. Вы оставляете около 3-х побегов однолетних, толще карандаша, все тоненькие мелкие побежки молодые вырезаете, вот, и формируете куст с округлой кроной. Я просто не занималась никогда выращиванием смородины на шпалере. Так, Артур спрашивает, кусту 25 лет, а какая культура? Не указано. Так, огромной двухметровой высоты, толщина веток достигает 40 миллиметров в диаметре. Выкапывать нельзя, ягод почти нет. Что делать? Спилить весь или удобрить? Так, ну, во-первых, не указано, какая культура. 25 лет на одном месте, ну, это уже очень большой возраст для смородины, для крыжовника. А там, кто знает, если достаточно, достаточное питание, то двухметровые вряд ли вырастет у вас куст ваших, у смородины и у крыжовника. Вот, поэтому если, если не плодоносит, если никаких плодов нету, то, пожалуйста, можете заменить другим сортом. Так, Вера Балаболина, почему на кустах черной смородины засыхали ягоды на кусту? Так, засыхали ягоды на кусту и что с ними делать? Ну, засыхание ягод может быть по разным причинам. Одна из причин, что слишком поздно вы начали собирать эту ягоду. Ягода переспевшая, и если высокий температурный режим, как был прошлым летом, когда температуры доходили до 30 градусов у нас, то вот эти ягоды переспевшие, они просто мумифицируются в виде изюма. Вторая причина, когда повреждены, повреждены ягоды, но они больше даже не засыхают, а просто начинают загнивать, и если жарко, то это самое. Что с ними делать? Ну, если вы чувствуете, что у них нарушены вкусовые качества, просто собрать эти и в компостную кучу или сжечь, потому что химией вы обрабатывать куст смородины во время плодоношения естественно не будете. Так, купила дачу, Татьяна Федорина пишет. Пытается бороться со стеклянницей. Урожай, особенно на красной смородине, особо не радует. Может быть, есть смысл выкорчивать эту плантацию смородины? Ну, вы знаете, просто сколько лет этим кустам смородины, вы же тоже не знаете. И если действительно урожай не радует, слабый, то, конечно, лучше посадить новые сорта, перспективные, более устойчивые к вредителям и болезням. Сейчас питомники продают хорошие сорта, полученные в Орле в институте садоводства. Там и красную смородину хорошую крупноплодную можете приобрести, и черную смородину. Эти сорта более устойчивы к болезням. А, скорее всего, на вашей даче уже старые кусты. А на старых кустах, да, стеклянница много наносит большой ущерб. Так, Лилия Гаврилюк, спасибо большое. Так, ответьте, пожалуйста, при пересадке черной смородины двухгодичного кустика сажать тоже под углом 45 и укорачивать ветки на сколько почек. Вы знаете, если у вас двухлетний куст и на нем мало плодоносящих ветвей, то, конечно, лучше сажайте, при пересадке лунку выкопали, сажайте куст наискосок, вот так, под 45 градусов, и можете еще сантиметров на 10 заглубить корневую шейку в землю. Почему? Потому что у черной смородины и спящих почек, которые находятся в заглублении ветвей, пойдут новые побеги, и у вас увеличится урожай. Если же кустик у вас двухлетний и уже имеет 3-4 хороших ветки, то можно не заглублять, а просто посадить по уровню корневой шейки. Это допустимо. В отношении укорачивания, ну, укоротите сантиметров на 10, потому что, ведь когда вы будете пересаживать смородину, часть корней все равно останется у вас в почве. Если же вы выкопаете с комом земли и все корни сохраните, то тогда не надо укорачивать. Если же вы чувствуете, что выкопали только, ну, пусть, две трети, да, корневой системы, а что-то осталось в почве, тогда можете сантиметров на 10 укоротить ветки. Субтитры создавал DimaTorzok